Всем привет! Вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмачков и мы в этих небольших роликах будем рассказывать интересные кейс-стадии, чему стоит поучиться у крупных сайтов. У нас есть для этого еще отдельная рубрика SEO Реконструкция, где я в прямом эфире разговариваю с вами и обсуждая эти же темы находим интересные кейсы. А здесь в виде простых видеоподкастов я буду вам рассказывать наглядно, чему стоит поучиться. Будем рафинировать отдельные темы коротко в 10-15 минут. По статистике 10-15 минут достаточно для того, чтобы вы это видео запомнили, уяснили и не повторяли ошибок, либо делали правильно. И сегодня у нас под прицел попадает сайт Реаком, а точнее его версия Аутореаком. Сайт Аутореаком действительно это крупный портал по продаже автомобилей, как новых, так и был. Он достаточно объемный, сделан идеально, я бы сказал, во многих смыслах. Многие вещи в нем сделаны хорошо. Я пытался находить все возможные недостатки, но понял, что это не нужно делать. Нужно во всей кейс-стадии находить только лучшие стороны. И мы здесь сосредоточимся именно на них. То, что у них есть свое мобильное приложение, это такие вещи, про которые мы, возможно, в отдельном видео и не будем сейчас на это настаивать. Но мы посмотрим, конечно же, как всегда, статистику этого сайта. И он действительно очень крупный. Он номер один по транспорту категории, то есть Vehicles. И мы видим, что его ключевые конкуренты RST, Автопро, Докюа. И он прекрасно себя чувствует на украинском рынке. 94% трафика идет с Украины. Основная аудитория, конечно же, мужчины. Вот. Вот возрастная категория, мы его видим на графике, очень схожа с Евой. Да, на самом деле, здесь мы остановимся. Ту картинку, которую вы видите, это статистика платежеспособной аудитории в процентах. То есть, по принципу PRTO, ваша платежеспособная аудитория находится вот в этом промежутке. Вот этот промежуток от 25 до 54 лет, это и есть ваша платежеспособная аудитория, и с ней нужно работать. Наша цель сейчас не смотреть, как он классно продвинул себя как бренд, а посмотреть на его SEO-шные ошибки, либо классные вещи. И я сразу открыл отчет, я решил посмотреть, какие типы страниц он потерял за два года. Это очень необычная статистика, я иногда смотрю, а что потерял тот или иной сайт. Он мог упустить трафик, либо потерять его. Я могу посмотреть, где он упал, но это одно, но меня интересует, где он его потерял. И это видео будет посвящено тому, как реконструировать свой сайт и не потерять в трафике. Обратите внимание, трафика, сколько здесь было в этот период, потеряно на этот момент. Давайте мы возьмем вот эти страницы, которые были на конкретный период. Здесь оно на январь, а мы возьмем давайте два года назад. По крепости не нашел такой настройки, так что мне пришлось скачать это в формате Excel. И, конечно же, в Excel придется это все нам и считать. Сейчас вам покажу это все в виде цифр. Я обратил внимание, что я скачал за последний месяц, сколько они полистеряют страниц. Я взял период за два года и израил уже не потерять 473 тысячи трафика на всевозможных страницах. Я решил посмотреть, что это за страницы. И меня вот удивили определенные страницы, связанные с тракторами. Я вот обратил внимание именно на эти урлы и что с ними стало не так. То есть мы можем посмотреть, вот, например, есть такая страничка «Трактор». Я решил перейти на эту страницу, посмотреть, что случилось с этой страницей и увидел внезапную картину. Они переехали. Переехали на другой поддомен. Поддомен называется agro.reo.com. Я, конечно же, проверю сейчас этот поддомен. И посмотрю вообще, что это за сайт, как он появился и вообще, как он себя чувствует в SimilarWeb. Если, конечно, SimilarWeb мне позволит это увидеть. Конечно же, он позволит. И этот сайт, как видите, появился совсем недавно в SimilarWeb, и о нем даже толком нет никакой статистики. То есть он конкурирует, видите, с сайтами agro.reo, automoto, тракторист, motocosmos. И вы видите, трафик у него 88 тысяч, да, вот на сегодняшний день, по мнению SimilarWeb, у agro.reo.com. Давайте посмотрим на этот agro.reo.com, конечно же, в Ахрепсе. Потому что он вызывает действительно интерес, и мы увидим, что у него огромное количество страниц в топах. Вылетели на рынок совсем недавно. Вы можете увидеть в период, когда они появились на этом сайте. С 2019 года его держали, но его продвигали как-то не очень уверенно. Но в определенный момент agro.reo.com начал двигаться вперед. Давайте мы вот конкретно сфузим, чтобы был конкретно домен, чтобы была чистая статистика. Вот как он продвигался. Ну, в принципе, то же самое, потому что Ахрепс все-таки не дурак, понимает, о чем я говорю. И вот видите, его органический трафик, по мнению Ахрепса, 125 тысяч. Как сказалось, это на самом авторео. Давайте обратим внимание на этот период. То есть, вот мы запомнили сентябрь 2023 года. Сентябрь 2023 года у него с трафиком не произошло ничего, никаких колебаний. И он даже начал более-менее набирать обороты. То есть, можно видеть небольшие просадки, падения. Но в целом он набирает обороты. Мы видим интересные колебания, связанные с их падениями только вот уже в январе 2024 года. Фактически, вот этот период сентября, октябрь, вот небольшое падение произошло. Вы можете сказать, ну, наверное, это конкретно его подкосило. По органическим ключевым словам их количество упало. Да, но суммарный трафик остался на том же уровне. Обратите внимание, количество ключевых слов упало, они ушли на другой раздел, да? Но трафик остался на том же уровне. При этом домен agro.reacom начал расти. Сделаем выводы по этому простому наблюдению. Если у вас сайт содержит действительно огромное количество самых разноплановых товаров, действительно их много. и семантически он выделяется в отдельный кластер, но он немножко не в ту целевую аудиторию попадает. К примеру, вы продаете смартфоны, а у вас еще есть аксессуары там, допустим, на них, и целый огромный клондайк этих аксессуаров. У вас есть выбор, держать это все вместе на одном сайте. Либо сделать, как сделала автория и agro.reacom разделить это на поддомины. У вас будет сайт, посвященный мобильным аксессуарам, а второй мобильным телефонам. И ссылки могут быть друг на друга. Вполне возможно, может быть ссылка с одного на другой. Кто еще такой трюк использует? Конечно же, розетка. Сайт розетка известен тем, что мы ей посвятили целую серию роликов, даже есть несколько шортс, но ключевая особенность у него самый разноплановый вид товаров, который, наверное, вообще существует в украинском сегменте. Если мы будем смотреть пути ссылок, которые есть у розетки, мы обратим внимание, что побутовая техника или бытовая техника находится на отдельном поддомине. И мы переходим на bt-rozetka.com.ua Отдельный поддомин. Давайте изучим именно этот поддомин под лупой. И из интересных наблюдений, поддомин появился задолго-долго, как появился вообще Ахревс, и начал развиваться параллельно. И вы можете увидеть статистику, как он развивался в целом. Вам это видно, что он развивался равномерно, никак это не вредило продвижению сайта. Про розетку есть отдельное видео, не буду детально распространяться, но оно развивалось отдельно. Но, если вы еще не знали, у розетки есть еще один очень необычный вид товара. Подписывайся на наш канал, нажимай на колокольчик, не забывай писать мне комментарии, и, конечно же, переходи на сайт SeoQuick, и забронируй удобное время для встречи, где мы можем обсудить условия продвижения, и составить план работ на год вперед. Я вас сейчас очень сильно удивлю, вы, возможно, его не найдете в стандартном каталоге розетки. Я в главном меню его не нашел. Если вы найдете, напишите в комментариях. И я уверен, что вас это изрядно удивит. Есть тематики, например, которые на вашем маркетплейсе вы хотите продавать, но они не подходят ни юридически, нужны какие-то сложности. И вообще целевая аудитория этих товаров немножко другая. Но вы хотите их продавать на своем сайте. И сайт, условно говоря, вам не нужно создавать, как агрария и автория вообще с разными дизайнами. А хотите сохранить существующий дизайн, но попросту разделить его по разным проектам. Да, я говорю про интимные товары, к примеру, или продажу алкоголя, но алкоголь розетка, правда, продает на основном сайте. Или там продажу никотиновых изделий и многое другое. То, что нужно спрятать с основного сайта. Зачем это нужно? Если вы работаете через Google Merchant, ваша задача скормить нужные списки товаров. И Google Merchant проверяет домен вашего сайта на определенные товары. Если он наткнется на товары, которые немножко не входят в список того, что можно закидывать в мерчант, соответственно, вас могут заблокировать в этом мерчанте. Многие сталкивались с блокировками. Но сейчас я вам кое-что покажу. Вот мы переходим на секс-шоп розетка.com.ua. Вот такой сайт. Что нас встречает? Конечно же, баннер, который предупреждает, а, друг, сколько вам лет? Да, мне явно постарше, поэтому давайте посмотрим. И вот мы увидим полноценный секс-шоп, который можно просто, если вы продаете подобные товары, просто копировать в розетке и создавать у себя. И давайте посмотрим его историю, как активно он развивается. Вообще, как давно он появился? Возможно, для вас это новинка. И вы никогда не сталкивались с секс-шопом розетки. Вы вообще думали, что секс-шопы бывают гдеугольные? Да, он появился недавно. Обратите внимание, он появился, условно говоря, в октябре 2021 года. И начал набирать обороты только сейчас. Вы подумаете, ну, к чему это наш разговор? Если Автория изначально имела весь ассортимент и потом его разделяла, розетка сразу сделала отсутствие этой ошибки и сразу нужные товары добавляла в соответствующий поддомен. Да, возможно, у них есть тоже категория с переездами. Я думаю, об этом можно будет снять отдельное видео, если нужно будет, либо я расскажу об этом на вебинаре. Но это не так интересно. Интересно то, что создание поддоменов с узкоспециализированными товарами или услугами благоприятно влияет на продвижение вашего ресурса, потому что вы разделяете аудитории ваших сайтов на разные. То есть, например, вот у нас есть unmis.com, на нем полностью все веб-инструменты. Сейчас создаются все веб-инструменты на нашем ресурсе. На сайте SEOquick это блок обучения SEO и, конечно же, коммерческие услуги по SEO. Это то, как мы разделяем уже наши два проекта. У нас два разных проекта и они занимаются разными задачами. Соответственно, и на вашем примере я предлагаю вам пересмотреть, если у вас есть такие продукты, которые не вписываются в основную идею вашего сайта, но при этом находятся под вашим брендом. То есть, вы производите, допустим, поликарбонат, да, и, соответственно, занимаетесь монтажом. Монтаж я бы действительно собрал бы какую-то другую страницу, а изделие собрал бы на поддомене. То есть, один сайт, посвященный монтажу, да, и один сайт, посвященный продаже изделий. И они все находятся просто на поддоменах. Один из них на главный, один из них на поддомене. И таким образом вы сможете нормально сегментировать аудиторию ваших проектов. В качестве резюме этому видео я посоветую вам, конечно же, изучить весь контент вашего сайта на предмет разделения их по аудиториям. Если контента получается достаточно много, его можно спокойно выделять на поддомен. При этом, я советую потратить время на изучение конкурентов. Действительно ли это разные бизнесы, разные сайты, они вас соединены вместе. Если так, я советую сразу уже изначально структурировать, как это сделала розетка, а не как делал Авторио. Хотя и опыт Авторио показывает, что это тоже сработает. Если вы весь сегмент редиректите на отдельный поддомен, все товары редиректите на отдельный поддомен и выбираете с основного сайта, а создаете под него отдельный сайт. И самое главное, не забывайте про продвижение линкбилдинга. Этот момент, когда вы создаете поддомен с новым проектом, это новый сайт, его нужно продвигать отдельно, для него нужно выстраивать отдельно линки. Про линкбилдинг подобных проектов, я думаю, запишу следующий подкаст. Если вам интересно, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, конечно же, на YouTube. И самое главное, задавайте, если у вас остались вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. Всем спасибо и пока-пока.